На связи ваш фитнес-тренер, эксперт по женскому фитнесу, и сегодня тема нашего видео это внутренняя поверхность бедра. И спойлер, я не буду показывать упражнения на сведение ног, потому что я не использую это упражнение в своей практике, а если использую, то это очень и очень редко, и сегодня я вам расскажу, в каких случаях просто 1-2%, наверное, из 100% я могу давать это упражнение. Внутренняя поверхность бедра. Конечно же, запросов очень много на самом деле. Чаще всего, что вас беспокоит, это то, что много объема внутри, и просто при ходьбе трутся ляжки. Вторая проблема, которая беспокоит, это то, что внутренняя поверхность бедра, она дряблая, рыхлая, такая, желейная. И третья категория, которая спрашивает, это как увеличить внутреннюю поверхность бедра. Естественно, мы все разные, у всех свои потребности, у всех свои цели, поэтому нет шаблонного подхода. Нет шаблонного одного совета, вот чтобы снять видео из разряда, как снимают там упражнения для внутренней поверхности бедра. И все, и снимают одинаково, и не важно, какая у вас цель, и не важно, какой у вас тип фигуры, либо тип телосложения. И вы знаете мой подход, что это неправильно. Я считаю, что это неправильно, поэтому давайте, наконец-то, разберем, как же тренировать внутреннюю поверхность бедра для девушки согласно ее целям. Итак, первая категория, это те, кого беспокоят лишние объемы. Настя, почему там так много жира, мягкое? Какие упражнения уберут этот жир? И первое, что мне хочется сказать, наверное, в миллионный раз, это то, что, к сожалению, не существует упражнений, которые убирают жир, потому что локального жирожигания не существует. Я понимаю, что всем хочется найти волшебную пилюлю, слушать меньше текста, повторить просто какие-то заветные 2-3 упражнения и получить результат. Так вот, локального жирожигания не существует, и убрать жир в определенном месте благодаря упражнениям мы не можем. Когда мы делаем упражнения, естественно, мы повышаем затраты энергии, затраты калорий, и да, это способствует общему похудению. Но если вы, например, качаете пресс, это не значит, что жир будет уходить именно с прямой мышцы живота. Либо если вы делаете большое количество сведений, то жир будет уходить с внутренней поверхности бедер. Нет, не будет. Наоборот, под слоем жира ваши мышцы будут только приходить в тонус и немножко увеличиваться в объеме, создавая совсем не тот эффект, который вы пытаетесь получить. Кроме того, важно понимать, что в женском организме расположение жира и больше всего адипоцитов, это клетки, где у нас хранится жир, находится в районе половых органов. То есть это нижняя часть живота, наша самая проблемная, и внутренняя поверхность бедра. Даже у самых худых жира больше всего будет именно на внутренней поверхности бедра, и это нужно принять, потому что это наша физиология, девочки. И нужно любить свое тело, свою физиологию и свою природу. Ну и наконец-то, а что же делать, если жира много и его вот нужно убирать? В этом случае я рекомендую не делать большое количество упражнений на внутреннюю поверхность бедра, а снижать процент жира в организме благодаря питанию, дефициту калорий и благодаря ходьбе. Девочки, длительная ходьба, монотонная кардионагрузка. Лучше, конечно, просто прогуливаться, много-много ходить пешком, медленно и монотонно. Это будет как раз-таки снижать процент жира в организме. Это самый лучший способ для похудения совместно с дефицитом калорий благодаря питанию. И если вы не можете ходить по улице или у вас нет возможности, в этом случае можно делать это в тренажерном зале, можно использовать арбитрек, велосипед, дорожку, что угодно, но делать это медленно и на низкой частоте сердечных сокращений. То есть никаких интенсивных кардио, только медленное монотонное кардио. Это самое главное. Для дополнительного тонуса без увеличения объемов нам подойдут обычные приседания широкой постановкой ног, либо приседания плие, работа без веса, вот широкая постановка, носки в стороны и мы хорошо, когда просаживаемся вниз. Вот такая вот прям работа без веса, девочки, нам много повторений. Это нам позволит не увеличивать объемы, но добавит необходимого тонуса. Обратите внимание именно на широту постановки. Когда мы приседаем просто, классические приседания, у нас стопы чуть-чуть шире плеч, либо на ширине плеч. Вот раз, просели. Если вы хотите акцентировать внимание на внутреннюю поверхность бедра, мы прям приседаем плие. Вот они, широкая такая прям постановка. Что же делать, если у нас не беспокоит объем внутренней поверхности бедра и большое количество жира, а беспокоит именно дряблость? В этом случае я рекомендую делать базовые упражнения, такие как приседания, жим ногами, но широкой постановкой ног в полной амплитуде. Именно эти упражнения лучше всего задействуют зону приводящих. Почему я не рекомендую и не люблю делать изоляцию, например, в тренажере сведения сидя? По одной простой причине, что этот тренажер, он больше всего дает нагрузку именно на верхнюю часть и меньше прорабатывает нижнюю часть. У нас, если вы заметите, такое строение, что в верхней части как раз-таки самое большое скопление жира. И я считаю, что дополнительно добавлять там какие-то объемы, даже если у нас дряблость какая-то присутствует, не надо. Когда же нужно делать это упражнение? Это в разных случаях реабилитации и если нам нужно улучшить кровоток в этой зоне. Часто это упражнение используют даже мужчины для того, чтобы поднимать потенцию в старшем возрасте. И в том числе женщины тоже могут в более старшем возрасте использовать это упражнение для усиления кровообращения. Но в таком плане лучше делать это с точки зрения пампинга, то есть многоповторкой, на много повторений, там 20-30 повторений. И не стоит это делать там на 10-15 повторений. То же касается тех девчонок, которым нужно добавить объем, то опять-таки изоляция вам не добавит объема. Изоляция в принципе она шлифует, она оттачивает форму, как правило, но для набора мышц, для набора массы нам нужны лучше всего базовые упражнения. Итак, самая эффективная работа на приводящие мышцы это широкая постановка ног. Прям вот можно делать вот такую вот постановку плие. У меня здесь не хватает ширины платформы, чтобы сделать полноценное плие, поэтому мы делаем максимально широко, сколько позволяет мне платформа. Мы делаем на 10-12 повторений для тех, у кого есть дряблость и нужно нарастить немножко мышцы, привести в тонус. И мы делаем с маленьким весом на 50-100 повторений медленно и монотонно для тех, у кого, допустим, есть большие объемы и мы не хотим их увеличивать. Скажу вам честно, в своей личной практике я вообще не тренирую отдельно внутреннюю поверхность бедра по той простой причине, опять-таки, по причине женской физиологии, того, что у нас здесь и так достаточно много жира. И дополнительный тонус я получаю во время стандартной работы обычных приседаний, не плие, обычных вот таких вот приседаний. Прекрасно тоже прорабатывается и внутренняя поверхность бедра в том числе во время приседаний в смите, либо работе в жиме и в личной своей работе я никогда не использую приседания плие. В работе со своими учениками и девчонками я даю иногда плие, как правило, это девочкам возрастным, у которых присутствует определенная дряблость, и нам нужно немножко сакцентировать на эту зону. В этом случае я даю вот эти упражнения, приседания плие и жим ногами плие. Ну и для наработки дополнительных объемов, если вам нужно, мы можем использовать рабочий вес. И еще раз, не нужно использовать большое количество изоляции. Вот правда, девочки, не нужно. Есть упражнения, на которые вы просто тратите свое время, силы и энергию. Я считаю, что нужно использовать более эффективные упражнения, которые приводят нас к нужному результату. Потому что главное в тренажерном зале, это не время, проведенное в нем, не количество выполненных упражнений, а грамотно подобранные упражнения и сделанные они качественно. Кстати, я хочу вас пригласить на свою страничку в инстаграме, где я провожу очень часто бесплатные разборы фигур своих читательниц. Просто выбираю рандомно девочек и разбираю тип фигуры, тип телосложения. Даю советы по подбору упражнений и тренировкам абсолютно бесплатно, просто за подписку на мою страничку. Кроме того, заходите в телеграм-канал, где я постоянно публикую различные вебинары и лекции, которые также можно смотреть абсолютно бесплатно, если вы интересуетесь женским фитнесом и телостроительством. Пишите свои вопросы в комментариях, если они остались, ну, либо возражения, если вы не согласны с тем, что я сегодня вам рассказала, потому что я знаю, что все тренеры делают сведения, все девочки делают сведения, и в кроссовере делают, и в тренажере, но вы знаете, что мой подход, он немного отличается от шаблонного, и самое главное, я всегда аргументирую, почему. Это был ваш фитнес-тренер Анастасия Новикова. До скорой встречи! Продолжение следует...